Подходит к концу год, объявленный в России и в Газпроме годом экологии. Такая инициатива дала возможность общественности обратить внимание на состояние окружающей среды. В рамках года экологии прошло много природоохранных акций. Целый ряд мероприятий, направленных на сбережение природных ресурсов, был разработан и проведен на территории Славянского района компании «Газпром. Добыча Краснодар». Одно из них прошло на прошедшей неделе в Черноярковском сельском поселении. Часто ли вы задумываетесь о том, что, проживая в Славянском районе, являетесь соседом государственного природного заказника? Ведь прибрежные территории между устьями рек Кубани и протоки ещё в 50-х годах прошлого века были признаны заповедными и получили защиту на уровне государства. Система лиманов Славянского района – это уникальный биосферный уголок, где в непосредственной близости дома жителей граничат с территориями обитания редких диких видов животных. Но кроме своих природных биологических богатств, эти места славятся и геологическими особенностями. Здесь расположены залежи природного газа. На протяжении многих лет их разработкой занимается общество с ограниченной ответственностью – «Газпром. Добыча Краснодар». Заботу о том, чтобы сохранить природу азовских плавней в её первозданном наполнении и красоте, на предприятии считают одной из главных задач. Инициативы по проведению различных экологических акций поддерживают все работники «Газпром. Добыча Краснодар». Несколько лет назад при посещении именно черноярковского поселения Александр Николаевич Ткачёв назвал его «Кубанской Венецией». С тех пор пошли небольшие программы. Ну и мы тем, что участвуем в этих знаменательных событиях – восстановление рыбных запасов, поддержание экологической обстановки. Поэтому для работников они здесь живут. Это наш дом. На берегу лимана Долгий 2 ноября работники газодобывающего предприятия в присутствии представителей Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а также администрации заказника при Азовске провели мероприятие по выпуску в водоем «Малька Сазана». Для этих целей в Азово-Черноморском филиале «Главрыбвод», расположенном в Темрюкском районе, было выращено и перевезено в специальных контейнерах более 80 тысяч экземпляров молодей рыбы. Газпром «Робыча Краснодар» относится с особой внимательностью и ответственностью к регионам, где осуществляют свою хозяйственную деятельность и особенно к таким особо ценным экосистемам, как лиманно-плавневая зона. Действительно, это у нас не разовое мероприятие. Это один из пунктов программы в рамках проведения года экологии и особо охраняемые природные территории в России и в «Газпроме». Эти мероприятия мы планируем продолжить в дальнейшем и надеемся, что своими действиями мы восполним рыбные запасы Краснодарского края. Сроки высадки мальков и породы, требуемой для этого водоема рыбы, были определены и согласованы со специалистами Росприроднодзора. Проведенная акция, как подчеркивают организаторы, носит неразовый характер. Первая партия малька объёмом в 14 тысяч особей была выпущена в Лиман-Долгий в апреле 2017 года. Проведение таких экологических мероприятий – это большой вклад в дело сохранения уникальной экосистемы плавневой зоны Азовского побережья, которой гордится Славянский район.